Здравствуйте! В эфире Астана онлайн программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. В Астане в Казахском музыкальном драматическом театре Миклан Шпаева прошел вечер памяти режиссера театра и кино народного артиста СССР, обладателя звания Халка Хармана, лауреата госпремии Азербайджана Мамбетова. И сегодня у нас в гостях супруга легендарного режиссера, народная артистка Казахстана, профессор Хорлан Калиламбекова. Добро пожаловать, Хорлан Исхановна, в нашу студию. Для начала я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги. Невосполнимую утрату понес театральный мир Казахстана, а вместе с ним и вся страна. Эти слова, произнесенные другом легендарного режиссера Ашербеком Сугай, и открыли вечер памяти. Азербайджан Мамбетов был автором самых известных театральных постановок – спектаклей «Кхозжебек», «Козакурпеш» и «Баян Сулу», «Дядя Ваня». С его именем связано признание казахстанского сценического искусства на международном уровне. В 50-х годах Мамбетов закончил престижный ГИТИС и с тех пор посвятил жизнь становлению и развитию национального театрального искусства. Долгое время он работал главным режиссером Казахского академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова в Алматы. На этой должности Азербайджан Мамбетов удостоился государственной премии СССР, а затем получил звание народного артиста Советского Союза. В то время это было вершиной карьеры любого деятеля искусства. Он всю душу отдавал актерам. Таланты самых ярких из них – Асана Лиашимова, Анвара Молдобекова и Фариды Шариповой – расцвили при нем. Благодаря его спектаклям Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова считался одним из ведущих театров Советского Союза. И второе рождение Азербайджана Мадеевича случилось здесь, в Астане, когда он возглавил театр Хуаншпаева. И многие актеры, которые сегодня являются ведущими мастерами сцены, казахской сцены – это Хуан Дыкспаев, Нуркенутылов, Ерлам Малаев, Сайлау Камиев, Алт Найну Горбек – все они прошли школу великого Азербайджана Мамбетова. Постигнув вершин профессионализма, режиссер Мамбетов хотел было покинуть театр и уйти в кинематограф. Но сцена его не отпустила. Он продолжил руководить художественными постановками в родном театре. Его спектакли отличались масштабностью, глобальностью, отражением времени, познаванием человека. Говорят же, театр – зеркало жизни. И вот эту жизнь, всю жизнь он отображал на сцене. Вскоре Азербайджан Мамбетов перебрался в Астану, где работал в местном музыкально-драматическом театре. Здесь же им был поставлен спектакль «Жогалгандос». В одном из номеров режиссер решил задействовать свою внучку – Карину. И вот спустя 14 лет она вновь выступает на сцене театра. Спектакль назывался «Жогалгандос». Он был посвящен теме Великой Отечественной войны. И спектакль начинался с того, что главный герой уже после военного времени пришел на концерт. И выходила Гужан Апаль, аспертного народного артистка, объявляла программу «Я бы хотела, играла на рояле». Всю свою яркую и насыщенную жизнь Азербайджан Мамбетов не переставал трудиться. Всегда ставил перед собой высокие цели и находил пути для их достижения. В 2000 году Мамбетов получил высшую награду Казахстана – звание Халк-Пахармана. Курлана Схановна, расскажите, пожалуйста, о первой судьбоносной встрече с вашим супругом. Как это произошло? Я просто давно знала Азербайджана Мамбетовича как режиссера, как талантливого, как легендарного, как личность. Я знала, но просто близко не знакома была. Я в основном общалась с Газею Ахметовной, она композитор, его первая супруга. Я очень много ее произведений пела, романсы пела, оперы. Я знала, что Азербайджан Мамбетович – супруг Газея Ахметовна. Но как-то так, ну, вот судьба, вот эта судьба, что прошло столько лет, и я даже и не думала, что так сложится судьба, что последние 15 лет я буду жить с Азербайджаном Мамбетовичем. А какие качества вас привлекали в Азербайджане Мамбетовичем? Он, конечно, талантливый человек, но очень своеобразный, очень крутой у него характер. Вместе с тем, как-то он мог и возразить, мог выступить, мог. Вместе с тем, добрый, похохотать мог, и все. Его качество, его просто как режиссера, вот близко как режиссера. Я его уже знала здесь, в Астане. Азербайджан Мадеевич ставил театр имени Куляш-Басиита, вот Биржан-Сару, и предложил вам роль аналог. Да, да, да. Мы тогда только соединились, но уже выжили. И молодые солисты, мы назначили уже, кто будет что петь. А партия аналык некому было петь. И вот идет ход совет, и говорят, а кто будет аналык петь? Азербайджан Мадеевич спокойно сказал, хорлан споет. Прямо я даже от неожиданности, потому что я сопрано, а партия матерей, она уже всегда низко звучит, и все прочее. Хорлан споет. И вот благодаря Азербайджану Мадеевичу я перешла на партию матерей и продлила свою творческую оперную биографию. Над какими еще проектами вам довелось работать именно в творческом тандеме? С Азербайджаном Мадеевичем? Ну, следующий спектакль был Кожебек на оперной сцене. Я пела Камку. Вот, Камку. Если, например, в Биржан-Саре я раньше Сару пела, я спела Мать Биржана, аналог. А в Кожебеке я Камку пела Мать Тулегена. Азербайджан Мадеевич был не только великим режиссером, но и великим педагогом. И вот актеры говорят, что он был скуп на слова и комментарии. А каким он запомнился вам? Ну, вы знаете... Вот именно в работе. В работе, вот когда, вот, пример, аналог, мать, умирает сын на руках Биржан. Вот, там такое низкое пение, ну, это как жухтал. Он говорит, он мне сказал, ты должна здесь кричать, сын у тебя умер. Как вот причитают опашки в сердце, чтобы люди взяли все это. Вот, единственное, я сказал. И, конечно, я же тоже актриса, я же тоже певица. И, конечно, вот этот вот образ идет и все прочее. Биржан умирает. И, конечно, меня закрестывает, и я начинаю опять. Часто он высказывал замечания, критику в адрес актеров? Ну, как сказать, может быть, делал... Ну, он на такие мелочи не смотрел внимания. Он смотрел глубину, содержание ему было интересно. Вот он... На искренность. Да, да, он... Я же и в казахском театре работала, и работаю до сих пор. И поэтому я и на репетициях его сидела. Скажите, пожалуйста, Курлана Схановна, чему он вас научил? И какие уроки вам преподал? Именно в творческом плане? В творческом плане. Приходишь в гости или где-то находишься, все прочее. Знаете, что ты певица, просит спеть. Ну, вы знаете, как-то... Я раньше не могла этого делать. Я никак не могла себя настроить вот где-то в гостях. Петь за столом. За столом петь никак не могла. А он меня заставил это делать. Ты, говорит, пой. Вот, говорит, Бибигуль знает почему. Потому что она везде поет, всегда поет. Она действительно народная артистка. Она и на поле пела и все прочее. Она не стеснялась. Она, говорит, пела. Он в таком плане говорил. И ты, говорит, пой. Он меня мамой называл. Ты пой, мать, не стесняйся. Говорит, пой. Просит? Пой. И вы пели. И я начала петь. Я раньше стеснялась. Я этого не делала никогда. А при Зеребрежем Мадичи я стала петь. И я пела произведение Гази Ахмеда. Вот этот роман, который посвящен именно ему. И Зенгель Кибек, вот эту знаменитую арию, я помню. Он был очень активным человеком. И вот актеры говорят, что он всегда заряжал буквально, да, всех своей энергией и идеями. И идеями, и энергией. И он, как это так, он давал волю артистам. Вот, допустим, какие-то вот, я помню, когда он ставил Мохамбет спектакль, и вдруг он однажды приходит и говорит, вот уже перед премьерой, наконец-то он говорит, мы нашли. Не я нашел, а мы нашли. Потому что он активно с артистами говорит, вот как-то, вот как-то. И вот, вы знаете, кто-то так скажет, кто-то так. Потом он мыслит так. Он давал волю артистам, чтобы как-то они импровизировали, они подсказывали, они говорили. Он заражал их всех. И вот они начинали вместе вот как-то договариваться. А если языки вот так, а давайте вот так. Какие личностные качества вас восхищали в Азербайджане Мадеевича? Ой, личностные качества, я даже не знаю. Ну, как человек он. Ну, вообще-то я вам хочу сказать, он как ребенок. Он талантливый человек был, он весь открытый. Он вот действительно, я про он как-то так доверялся и шел. Вот, например, я совсем другая. Я скорпион. Он вот как-то вот во мне есть такое вот чувство. А он... Я говорю, как Азербайджане вы можете с этим человеком общаться, который столько вам неприятностей сделал. Он говорит, да ладно, да чего он, в конце концов, вот так вот. И потом вот он даже к своим обидчикам идет с открытой душой. Вот он не помнит зла, он прямо идет, здоровается. Его все вспоминают только вот, потому что он был добрый. А не тесно ли было двум неординарным, талантливым, творческим личностям жить под одной крышей? Ну, у него же и жена была великая, великий композитор Газахмета, но он с ней прожил. У него дети и все. А мне с ним, конечно, он личность. Что и говорит. Я сама народная артистка, певица. Но вы тоже личность, да. Я тоже личность. Как вы, скажем, сохраняли семейное согласие и взаимопонимание? Понимали, понимали. Беседовали, разговаривали. Мне он какие-то моменты подсказывал. Находили. Вначале, конечно, было трудно, потому что очень трудно. Смогла детей его к себе притянуть. И как-то мы подружились, пообщались и стали жить, строить жизнь. И все нормально пошло. А каким он был вне работы? Каким был семьянином? Как относился к детям, к внукам? Он своих детей любил, любит, любил, и внуков любил, и все. Он очень балажан. Понимаете, как-то... Но мы поздно уже сошли с ним, конечно. Он был строг к детям? Ну, он переживал. Нет, он... При мне вот я таких не видела таких вот, чтобы он как-то возмущался, кричал, ругал. Конечно, он делал замечания, как отец, как все. И дети его очень почитали, его очень любили. И они его... Вот старший... Это младший сын Адай. Он очень такой... Он очень любил отца, и он знал какие-то... Ну, он знал отца, что он такой вот открытый, добрый. Ему жалко было, он жалел отца. Вот Адай это есть. Ну, и у старшей дочери... Старшая дочь здесь вот работает профессором пианистка. Нет, он своих детей любил, и дети его любили. Папа, папа, как-то так вот. А часто баловал внуков? Внуков он очень любил. Он балажан такой, он очень любил своих. Внуков очень. Удавалось ли вот находить время, потому что он был очень активным человеком, весь в работе. Нет, он очень. Он расслаблялся, он очень любил своих детей и своих внуков. Он обожал их, и они его, и они его любили. И он со временем с ними. Вот мы выезжали на Иссык-Курь, все вместе, всей Аравой едем. А помимо театра, кино, было ли у него какое-то свое хобби, о котором знаете только вы, то есть члены семьи? Может быть, чем-то он еще другим увлекался, чего не знает народ? Я не знаю, я как-то, я не знаю, вдруг увидела удочку, какая-то такая уникальная, новая удочка. Говорю, Азики, вы что, рыбак, что ли? Кто-то ему подарил. Он говорит, да, что-то рыбачий, не рыбачий. Может быть, и увлекался, но при мне этого не было. Но я видела такую какую-то уникальную удочку, кто-то ему подарил эту удочку. Эта удочка до сих пор у нас стоит. А любил он петь? И пробовали ли петь, вообще исполнять песню дуэтом? Он заставлял меня петь, и он пел иногда, и так вот осторожненько, таким голосочком. Он очень любил русскую народную песню. Ах ты, душечка! И он начинал петь так. Русская народная песня, потому что он в Москве учился, и все, поэтому он эту песню очень любил. И я так смотрю, как он старается петь, губки так сделает, и все. Но пел же, старался петь, он любил эту песню. А играл на каких-то инструментах музыкальных? Играл, он играл. Я даже удивилась. Потому что он же в хореографическом училище учился, это же после войны, это же, знаете, как интернат и все. И вдруг Азербайджан Владимирович сел за инструмент, даже дети свои удивились его. Дина, его старшая дочь, он начал играть, в какой-то момент из балета «Дон Кихот». Там-тарарарам, пам-пам-пам-пам. Вот начал играть. Мы все... Пап, ты чего это, Дина говорит? Пап, ты играешь? Просто у него память в пальцах осталась, и он вдруг раз сел и начал играть. Вот этот момент я помню. Потому что мы все удивились, что вдруг Азербайджан играет. Значит, он играл. Он играл на пианино немножечко. А был ли он душой компании? Ой, ну да, он так смеялся, от души хохотал. Он так, когда начинает смеяться, закатывается. У него прямо до слез, до слез, слез вытирает, как хохочет. Вчера ребята об этом тоже рассказывали. Я знаю, что Азербайджан Мадиевич очень тесно сотрудничал со многими российскими актерами, режиссерами. И, в свою очередь, они уважали его за его талант. Кто из них часто бывал у вас дома? У нас дома буквально до полгода, до кончины, Олега Николаевича Ефремова, он приезжал. И мы вот принимали дом в Алма-Ате. Он уже был худой, у меня есть фотография Олега Николаевича Ефремова, Азикея, здесь фотография у меня. Я храню ее. При мне же в Алма-Ату приезжал Этуш и Андреев. Вот мы тоже дома его принимали, потому что как-то, ну, у нас казаков уже принято. Мы же должны накрыть стол и пригласить, чтобы все ломилось, чтобы все. Они, когда москвичи приходят, увидят этот стол. Любил принимать гостей? Ну, конечно, конечно. Я не знаю, как раньше, но, конечно, принимали гостей. Я когда дружила... А частенько вам приходилось вот возиться на кухне? Ну, да, да, у нас до сих пор традиции. Первый сентября день рождения, изображаемого отечея. Всегда в два часа накрываю стол, и до 11 идут люди. Вначале приходят артисты Коношпаевского театра. Накормим, идем, потом мои знакомые. Потом в конце уже соседи приходят, дети все приходят. Папу поздравляют. Поэтому у меня стол накрыт. А первый сентября же, знаете, школа. И у нас до 11 вечера всегда... 9 мая у нас всегда. И до сих пор. Сейчас Азербайджана Мадича нет, но я это делаю. 9 мая уже, куда это мах? Обязательно накрываю стол, потому что папа умер, Азербайджана Мадича, буквально погиб накануне победы в Чехословакии. Вот. Сейчас нашли могилу его, дети вот ездили, сфотографируют, все. Все время тоже в два часа накрывается стол, и до 11. Ну, вот так. Ну, и теперь 18 ноября, потому что мой день рождения, Ази Кеймин, мой день рождения ушел. Ушел. Я ему закрыла глаза, поэтому я вынуждена, как поминальный стол, понимаете, накрывать стол обязательно приходят артисты, артисты, ученики его, последователи. В два часа все железно приходят. Почитаем молитву, полностью стол накрыт, все. Ну, а потом, ну, что теперь делать? Пять лет прошло, как Азербайджана Мадича нет. Так и получается. Вот у меня в этом году 70 лет. Вот сейчас пять лет Азербайджана Мадича как нет. Мы написали письмо на имя Акима, чтобы как-то увековечить память, мы написали письмо. Что надо дать имя театру, потому что это режиссер, и должен быть театр имени Мамбетова, обязательно должен быть, ну, должна быть он Халла Кахарман. Вот сейчас мы написали, чтобы улицу дали имени Мамбетова. И я прошу, вот сейчас вот эфир, хочу сказать, что должны на Левом берегу дать хороший проспект, там много сейчас, много улиц, чтобы улица была имени Мамбетова здесь. Потому что это действительно личность. Великий режиссер. Большой, великий режиссер и личность, личность, личность. Вы знаете, много талантишек таких, а личности мало. Азербайджан Мадич – это личность. А есть ли сейчас талантливые режиссеры, которые действительно, настоящие режиссеры, да, которые продолжают начатое им дело? – Я не знаю, вот его последователи, его ученики, ну, я даже не знаю, как сказать, вот, понимаете, смотрю спектакли. Есть, конечно, наверное, есть режиссеры, я, вот, молодые они все, есть талантливые режиссеры, но пока… – Обычно любой педагог мечтает, чтобы ученик превзошел его. А вот есть ли ученики, которые превзошли его? – Да не знаю, нет пока. Я прямо скажу, пока нет. Потому что я знаю все работы Азербайджана Мадича. Конечно, есть талантливые по-своему, да, но вот такого режиссера, как Азербайджан Мадича, пока нет. – Хурлан Искановна, спасибо вам за то, что уделили нам время и пришли к нам в студию за искреннюю беседу. Поздравляем вас с 70-летием, желаем вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, чтобы вы нас еще долго радовали своими песнями. – Да, спасибо, буду стараться. – Ну а телезрителям напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Хурлан Калиламбекова, народная артистка Казахстана, профессор, супруга, выдающегося режиссера Азербайджана Мамбетова. Нашу программу можно также посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok